МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот и некоторые темы выпуска. Быть ли электричеством в мечте? Местные власти решают главную проблему дачного поселка. Разговор о важном депутат ЗАГСа Брания Людмила Иванова поддержала инициативу о возведении в городе диагностического центра. И один специалист на сотни налогоплательщиков в инспекции Федеральной налоговой службы по Ноябрьску прошла волна сокращений. Фонд ЖКХ утвердил лимиты финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. Средства рассчитаны на реализацию программ по переселению из аварийного жилищного фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Так, общий объем средств превышает 139 миллиардов рублей. В 2013 году регионы могут претендовать и на 61 миллиард, 7 из которых пойдет исключительно на окап ремонт домов. В 2014 году объем инвестиций составит 67 миллиардов, в 2015-м 30 миллиардов рублей. К слову, в 2013 году в ноябрьске капитально планируется отремонтировать не менее 22 домов. На эти цели округ в качестве межбюджетной субсидии выделил 200 миллионов 647 тысяч рублей. Еще 10,5 миллионов на капремонты поступят из городской казны, и более 14 должны собрать собственники жилья. Мечта ценой в 3,5 миллиона. Такую сумму сегодня на заседании в администрации города озвучил технический директор «Энергогаз» в ноябрьском. По словам Валерия Ольхова, этих денег хватит на то, чтобы привести в порядок систему электроснабжения дачного поселка. А вот о том, где взять эти деньги, в репортаже Ксении Епишевой. Замена линий электропередач, смена опоры, установка дополнительной трансформаторной подстанции. Вот необходимый минимум мероприятий, который, по мнению представителей ресурсоснабжающих организаций, поможет решить проблему энергообеспечения дачного поселка Мечта. Когда повышается нагрузка, они просто провисают, провода. И почему мы автоматы ставим, чтобы обеспечить безаварийность, чтобы никого, никто никуда под напряжение не попал. Там на глазах провода прям провисают до земли. По предварительным подсчетам, на то, чтобы обеспечить поселок бесперебойной подачей электроэнергии, понадобится по меньшей мере около 3,5 миллионов рублей. Вопрос заключается только в том, где эти деньги взять. По словам Валерия Ольхова, не так давно энергогаз «Ноябрск» на мечту уже потратился. Причем солидно. Объем инвестиций достиг почти миллиона рублей. Часть сетей, они вообще безхозяйные. Мы их обслуживаем, то есть на добровольных началах. Но тем не менее, за последнее время мы вложили около миллиона рублей, чтобы как-то что-то там немножечко отрегулировать. К сожалению, этих денег недостаточно. Мы часть пол, до 18 улицы, так скажем, какие-то мероприятия провели. И улучшения налицо. Это буквально после Нового года. Но остается еще с 18 по 29 улицу. Это тот участок, где на самом деле на одном трансформаторе там, я не знаю, больше 200 домов, по-моему. Понятно, что здесь надо вкладывать деньги. Пока у нас таких денег нет. И это, скорее всего, предел. Ибо обеспечить постоянный поток средств на приведение поселка в порядок ресурсоснабжающая организация просто не в состоянии. Мы сегодня деньги отрываем от города. У нас в городе не все нормально. Так тоже нельзя. Это развлечение, а это жизнь в городе. Хотя, по мнению местных властей, улучшение электроснабжения дачного поселка – задача немаловажная. Более того, по словам первого заместителя глава администрации Андрея Касьяненко, средства на то, чтобы привести мечту в порядок, вполне реально изыскать. Посмотрите, либо программу модернизации, либо по каким-то иным источникам. Мы надо профинансировать, чтобы мы за этот период сделали. Нам главное в следующий осеннезимний период, чтобы минимизировать количество отключений. В общем, исполнится ли мечта жителей поселка, или так и останется неизбыточной, пока судить рано, наверняка ясно одно – за решение этой проблемы взялись основательно. И времени на это не так уж и много. Сроки на проработку всех предложений, установленные муниципалитетом, жесткие. До 20 марта. Ксения Епишева, Антон Владимиров. Новости нашего города. Житель Ноябрьска обвиняется в избиении сотрудника ДПС. Сегодня следственный отдел города Губкинский передал уголовное дело с обвинительным заключением в прокуратуру. В ходе следствия установлено, 18 января житель Ноябрьска, двигаясь по трассе, Сургут-Сарехард угодил в кювет. На место происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции города Губкинский. Их появлению водитель явно был не рад, и сразу он бросился на них с кулаками. При этом щедро осыпал инспекторов оскорблениями. Как выяснилось позже, мужчина был пьян. Теперь за свое поведение ему придется ответить перед законом. Кстати, по мнению администрации президента, законопроект, ужесточающий ответственность водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде, нуждается в доработке. И самое важное здесь законодательно установить, что такое опьянение. Помимо введения определения, кого считать нетрезвым, в документе рекомендуется предусмотреть одинаковую ответственность не только для пьяных водителей, но и для тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования. Однако на это существует другой законопроект. В нем предлагается внести четкое определение, что пьяным можно считать того, у кого в крови более 0,2 промилле, или в выдохе более 0,1 миллиграмма алкоголя. Так что если закон будет принят, у водителей появится повод выпить. Правда, разве что стаканчик кефира. Что называется мал да удал, сотрудники отдела уголовного розыска Ноябрьска задержали подростка, который подозревается в совершении квартирной кражи. В ходе следствия выяснилось, что 17 февраля молодой человек разбил окно в одном из коттеджей поселка Су-952, проник в квартиру и вынес оттуда металлический ящик, в котором находились 9 тысяч рублей и юбилейные монеты на общую сумму 15 тысяч. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 16-летний житель нашего города, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в части 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и избрано меропресечение в виде заключения под стражу. Похищенное имущество частично изъято. Три специалиста на сотни налогоплательщиков. В инспекции Федеральной налоговой службы по Ноябрьску прошла волна сокращений. Жители недоумевают. Очереди здесь и так всегда были проблемой номер один, а теперь они стали еще больше. Впрочем, для сотрудников ведомства неожиданностью сокращения не стали. Дело в том, что налоговая перешла на новую форму работы с документацией. Теперь специалисты на местах только проверяют правильность заполнения документов, сортируют их, а затем отправляют в Башкирию. Именно там расположена организация, которая занимается рассылкой налоговых уведомлений, налогсервис. Требования к заполнению документов значительно ужесточились. Соответственно, и времени на их проверку уходит намного больше. Правда, время простое. В очередях, говорят специалисты, можно значительно сократить. Приблизительно до 15 минут. Для этого достаточно заранее записаться на прием через интернет-портал налог.ру. Если вы обратите сейчас внимание на нашу перзал, то при входе сразу будет видно запись тех людей или организаций, которые предпочли заранее уточнить время своего обслуживания и записаться на прием налогового органа. Депутат окружной думы Людмила Иванова провела прием по личным вопросам. Предварительно к ней записались 4 человека. И надо сказать, что вопросы, с которыми пришли люди, были весьма разнообразными. Напомню, активную череду приемов по личным вопросам в Ноябрьске в этом году инициировал председатель местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Белкей. 74-летний пенсионер Владимир Корчевский просил депутата посодействовать в том, чтобы Ноябрьское отделение пенсионного фонда оплатило ему перелет по дубликатам билетов, так как оригиналы оказались утрачены. Справки, подтверждающие, что Корчевский действительно летал есть, но брать их во внимание специалисты пенсионного фонда отказываются. Вы заявление напишите, пожалуйста, я со своей стороны на уровне округа сразу же выйду. Хорошо? Хорошо. Все это, я думаю, что все будет нормально и хорошо. Тем более у вас все документы в порядке. Еще одна проблема, отданная на откуп местных специалистов, медико-социальной экспертизы, не позволяет 12-летнему Димиру Денко получить инвалидность. В результате несчастного случая мальчик потерял глаз и два раза в год в Тюмени ему меняют протез, который стоит 14 тысяч рублей, плюс проезд и проживание в другом городе. Мама Димы объясняет депутату, что инвалидность как минимум сделает протезы бесплатными. В областном медучреждении дети с таким же диагнозом, как у Димы, имеют инвалидность, говорит мама мальчика. Почему в Ноябрьске ее получить нельзя? Людмила Иванова обещала выяснить. Коснулась, говорю, спорта, спортивных каких-то мероприятий, нам педиатр везде поставил крест, кроме плавания. Никуда ничего нельзя. Свыше трех килограмм поднимать нельзя, падать нельзя, это нельзя, это нельзя. И в то же время он здоров, считается, никакой инвалидности. Сейчас медико-социальная направленность идет именно не по заболеванию самого, а насколько он может себе. У него ограничен обзор, у него ограничено все то, что связано именно с деятельностью. Он не может в полной функции выполнять то, что ему необходимо. Поэтому сейчас направленность идет не по заболеванию. Может, человек и болеет довольно серьезно, но если у него все нормально, он может себя обслуживать, то есть тут как бы инвалидность ему не полагается. А если есть нарушение какое-то функционирование, тогда это уже идет, вот именно такие вот проблемы возникают. И последнее, чем ноябрьцы озадачили Людмилу Иванову, это отсутствие в городе трех и пятитонных контейнеров для отправки грузов. И это в то время, когда округ активно переселяет своих ветеранов за пределы Ямала. От активной позиции житель зависит дальнейшее исполнение его. Не сидеть в кулуарах и на кухне и плакаться, что все плохо, а прийти и сказать, вот так плохо, и как можно решить. Слава Богу, вопрос потихонечку решается. Поэтому трех, как с трех на пяти тонны, я думаю, что контейнеры, это просто необоснованные от кассы. Я понимаю, что это как бы тоже определенные компании и все остальное. Но думаю, что и на 8 сената, мы пригласим их сюда, пригласим железнодорожников, спросим, надо ли на Москву выйдем. Уже после личного приема Людмила Иванова рассказала журналистам, о чем шла речь на совещании с представителями местного отделения партии «Единая Россия» и приглашенными на встречу представителями малого и среднего бизнеса. Кроме того, окружной депутат подчеркнула важность и значимость идеи создания в Ноябрьске единого комплекса поликлиник с диагностическим центром и даже внесла в эту идею свое предложение. Естественно, что городу Ноябрьску уже созрела такая необходимость построить необходимое и как бы развитие не только поликлинического звена строительства, но и диагностического центра. Есть такое предложение, вот я предложила, просмотреть те варианты по межмуниципальному центру. Сейчас это учим, как рядом находится Муравленко, рядом находится Губкинский. Это сейчас такое направление, это приветствуется как бы и на уровне, предложение губернатора и его команды, именно чтобы это было усовершенствование, предоставление качества услуг. Кроме того, в зоне особого внимания депутата работа народного контроля. Причем, по ее мнению, здесь надо активнее включаться самим жителям города. Татьяна Заозерная, Ирина Потехина, Антон Владимиров. Новости нашего города. Дмитрий Медведев поручил главам Миноборнауки и Министерства труда России до 30 апреля принять дополнительные меры по взаимодействию учреждений профессионального образования и работодателей в целях дальнейшего трудоустройства выпускников по выбранной специальности. Медведев подчеркнул, что представители предприятий и компаний должны охотиться за студентами, в хорошем смысле этого слова, искать их. Он сказал, что ему было странно слышать слова некоторых студентов, которые говорили, что они, оказывается, никому не нужны, и к ним никто не приходит с профильных предприятий. У них должен быть прямой контакт с работодателем в таких важных отраслях прямо с момента зачисления в университет. За юристами можно не бегать, грамотных на рынке разберут, а неграмотные пусть переучиваются. Но те, кто занимаются высокими технологиями, они должны быть сориентированы в профессиональном плане, добавил Медведев. Ноябрьские школьники примут участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ. Он пройдет в Москве в начале апреля. От нашего города туда поедут 4 девочки. Это 2 ученицы 1-й гимназии, а также представительницы от 5-й и 3-й школ. Они стали победителями окружного тура, который проходил в Новом Мурингое. В нем участвовали 79 школьников из 39 образовательных учреждений. Учащиеся представляли исследовательские проекты в двух направлениях – естественно, научном и гуманитарном. Девятиклассница из 1-й гимназии Мария Нозарева свою работу писала 4 месяца. В ней она рассуждает о демократии. Сделаю выводы, что американцы более прагматично относятся к этому явлению. Они осознают все, что дает демократия и какие она ограничения подразумевает. А русский народ более инфантильно относится к этому явлению и не осознает еще всей сути демократии. Отношение коррупции как элемент правового сознания старшеклассников города Ноябрьска. Эту тему я выбрала, потому что считаю, что коррупция сейчас достаточно распространенное явление, и с этим надо активно бороться. Я проводила социологический опрос среди старшеклассников города Ноябрьска, в результате которого выявилось, что старшеклассники у нас достаточно лояльно относятся к этому явлению. Меня это очень заинтересовало. Я выработала даже несколько мероприятий по борьбе с этим социальным явлением. Мой класс «Моя гордость» в Ноябрьске выбирает лучшего классного руководителя. Конкурс проводит Департамент образования и участвует в нем 10 педагогов начального, среднего звена и старшей школы. А на нашей странице ВКонтакте мы предлагаем вам выбрать лучшего классного руководителя. Результаты нашего голосования на общих итогах конкурса не отразятся. Это своего рода глаз народа. И еще одна возможность порадовать и поддержать своего преподавателя. На прошлой неделе вы выбирали лучшего классного руководителя среднего звена. Надо отметить, голосование получилось жарким. И в общей сложности своей симпатии к тому или иному преподавателю высказали более 2000 человек. А победила в итоге с результатом 964 голоса педагог из 7-й школы Кульзираж Танкина. В ближайшее время мы, как и обещали, подготовим они сюжет. А тем временем голосование продолжается. И в течение этой недели вы можете высказать свое мнение по поводу того, кто, на ваш взгляд, является лучшим классным руководителем старшего звена. Имена и фотографии конкурсантов размещены в нашей официальной группе ВКонтакте. Будьте активны. Ну а завершит выпуск блок спортивных новостей. Ноябрьские спортсмены по смешанным единоборствам ведут активную подготовку к очередному важному окружному турниру. В рамках этой подготовки неделю назад наши бойцы заявились на открытый региональный турнир по кёку-сенкай-карате и заняли там 8 призовых мест. Причем половина медалей самого высшего достоинства. Сейчас спортсмены отрабатывают технику в спортзале, доведя до автоматизма нужные приемы. Не побояться пойти навстречу ножки, сразу удар, сразу подсечка, удар скинули, дальше добивание. А уже через полтора месяца в Ноябрьске пройдут очередные соревнования. Победители будут награждены чемпионским поясом губернатора Ямалоненецкого автономного округа и получат возможность выступать на российских и международных турнирах. Сейчас вот в конце 5 месяца мы будем проводить окруженный опять же турнир, где будут отбираться спортсмены по смешанным единоборствам ММА. При поддержке Салихарда, организации Совета Союза гражданской инициативы Ямалоненецкого округа будут введены чемпионские пояса в трех весовых категориях. И на сегодня у меня все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 6 марта в Салехарде облачной. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура минус 23 градуса. В Муравленко переменная облачность. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура 23 градуса ниже нуля. В ноябрьске без осадков. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура 24 градуса мороза.